Рубен Сергеевич Егубян Рад всех приветствовать. Я сегодня расскажу немножко про, каким способом вводить инфузионные растворы внутривенно и энтеральное питание с учетом той продукции, которую моя компания производит и предлагает на рынке. Все нормально? Там просто немножко видео. Есть презентации довольно длительные. Загрузка слайдов. Я расскажу про инфузионный насос волюметрический для введения жидкости внутривенно. Про те элементы, которые могут помогать вам в работе, в том числе не только в паллиативных отделениях, но и в целом в клинической практике. В части про энтеральное питание я расскажу про те зонды и чрезкожные, которые могут использоваться для энтерального кормления, а также способы доставки. Давайте пока загружаясь презентация, можете поднять руки, кто использует в своей клинической практике инфузионные волюметрические насосы, инфузоматы? А энтеральные насосы, энтероматы? А у кого есть, если взять всех пациентов, которых вы курируете, ухаживаете, есть ли у ваших пациентов гастростомы? Ну вот здесь больше народу, хотя тоже немного. А у тех, кто поднял руки, у всех ли чрезкожные эндоскопически установленные гастростомы? Или есть хирургические? Хорошо. Так, что-то у нас технические задержки какие-то там были. Мне презентацию еще раз принестили? Все, спасибо. Начну я с раздела по инфузионной терапии. Здесь я буду говорить о парентральном путеведении жидкости и лекарственных препаратов. В принципе, в практике используются разные способы ведения. Внутривенный, подкожный, внутримышечный, внутриартериальный и местный. Я в своем докладе буду говорить больше про использование инфузионного оборудования для внутривенного доступа, так как он наиболее широко применяемый в клинической медицине в принципе для ведения лекарственных препаратов либо больших объемов, либо с точной скоростью ведения. Как можно осуществлять ведение? Естественно, можно взять шприц и, наполнив его, вручную вести пациенту, внутривенно, внутримышечно, как угодно. Здесь есть нюансы, вы точно знаете, какой объем ведете пациенту, но обычно это болюсное ведение, которое не требует какого-либо длительного, продолжительного ведения. Чтобы какой-то раствор растянуть во времени при ведении, обычно используем, как принято, капельницу. Это называется правильное сигнализационное ведение инфузионных растворов с помощью роликового зажима, вот этой вот желтенькой штучки, которую сейчас знают. Колесико крутим, подгоняем количество капелек в минуту и понимаем, какая будет скорость ведения. Но в этом случае точность ведения будет плюс-минус около 20-100%, то есть мы можем ошибиться почти в два раза и, в принципе, не предугадать, когда закончится ведение данного раствора. Поэтому на смену этому можно использовать так называемые волюметрические насосы, или насосы, которые могут через себя прогонять раствор через капельницу, ту же самую. В этом случае уже по стандартам международным точность такого ведения будет плюс-минус 5% в зависимости от того, как расположили флакон и какой насос используется, закрытый или открытый. Ну и последнее, это чаще используется, естественно, в ремонционных условиях, когда вам нужно какой-то препарат водить крайне точно, из маленького объема с маленькой скоростью. Например, нординалин тоже самый. В этом случае используются шприцевые насосы. Я позволю себе остановиться на волюметрических насосах. Моя компания в Зинюзскабе производит два вида данных насосов. Сейчас это отжили ВП, простой насос, который умеет в миллилитрах в час, и отжили ВП-МС, который умеет не только миллилитров в час, но и разные дополнительные режимы ведения, а также расчет дозы, когда вы вводите не миллилитры в час препарата, а миллиграмм на килограмм в минуту, например, который нужно ввести пациенту. Собственно, идея в том, что данный насос может позволить вам обеспечить как безопасность ведения для пациента, так и облегчить жизнь вам, если требуется введение большому количеству пациентов разного объема жидкости. При этом, в том числе, кроме точности ведения, еще есть разные элементы безопасности, то есть если у пациента каким-то причинам закупорился катетер, насос об этом сообщит, если он, наоборот, вывалился из пациента, тоже будет падение давления, насос об этом сообщит и так далее. В том числе есть так называемый датчик воздуха, когда насос определяет, что в магистрали попал пузырек воздуха и тоже может в зависимости от настроек об этом сигнализировать. То есть это замена той работы, которая делается с помощью роликового зажима на капельнице. Если говорить про два этих варианта инфузионного оборудования, то в принципе стандартная история, когда задается в насосе объем, время или скорость, либо объем и время, тогда скорость считается сама, или объем и скорость, время посчиталось само, и тогда насос, после нажатия кнопочки старт, начинает вводить это все в миллилитрах в час. Это базовый насос. Если мы говорим про насосы уже более расширенной функции, то все эти режимы введения существуют еще и в так называемом режиме дозы. То есть можно запрограммировать, что вы взяли раствор, в котором есть лекарственный препарат, сколько это миллиграмм, например, в миллилитре, или во всем флаконе, и далее вводите уже не просто миллилитр в час, а позволяете насос самому пересчитать миллиграммы на килограмм, например, на площадь перскости телометр квадратный, в эти самые миллилитры в час, которые он использует у себя. Но кроме этого, важно понимать, что не только режим постоянной скорости введения возможен, возможно еще и такие дополнительные элементы, как рампообразный режим, последовательный режим, еще есть режим капли минуты, такой ностальгический я его называю, потому что вы программируете капли минуты, просто по формуле он пересчитывает миллилитр в час. Это такая история. А по поводу рампообразного режима, это возможность введения большого объема лекарственного препарата, при этом, когда вы программируете сначала, сколько времени нужно дойти насосу до максимальной скорости введения, потом он вводит с постоянной скоростью, потом также плавно снижается. Это на клинической практике обычно необходимо для тех лекарственных препаратов, которые, если вы введете сразу, начнете с программируемой дозы, которая вам нужна пациенту, у него случатся какие-то побочные явления. Например, клетокластическим является введение глюкозы в рамках парантрального питания. То есть, если мы берем мешок с 3 в 1, например, с элементом глюкозы внутри, то если вы вводите сразу с начальной скоростью, которая нужна пациенту, там, не знаю, 60-70 млитров в час, в этом случае вы вводите пациенту высококонцентрированный раствор глюкозы, в том числе, и положительная железа пациента, к сожалению, еще и пока не привыкла к такой дозе введения внутривенной глюкозы, и поэтому пациенту будет эпизод гипергликемии. Но гипергликемия не настолько опасна, насколько опасна гипогликемия, потому что если вы резко остановитесь введением парантрального питания на какой-то подружочной железе, в этом случае у пациента будет, наоборот, вырабатываться, продолжать инсулин, потому что внутривенная глюкоза поступала, вы ее прекратили поступление, инсулин так резко не остановится, его выработка в подружочной железе. Поэтому нужно плавное завершение парантрального питания, и как раз здесь гипергликемия намного более опасная история, чем гипергликемия в начале введения парантрального питания. Следующая история – это когда вам нужно последовательный лекарственный препарат вводить. Здесь классическим примером является введение крови, потому что вы можете запрограммировать биологическую пробу, потом паузу, потом введение полной дозы препарата. Естественно, по ходу введения препарата может быть необходим болюса, который, естественно, есть в аппарате. А еще есть способ введения нескольких препаратов через один и тот же насос. У нашей компании называется режим вторичной линии, у других компаний называется пигибэк режим. Это когда вы можете подвесить к насосу еще один флакон через обычную капельницу и через ту же магистраль вводить его. Вот так это выглядит на практике. Есть желтый растворчик, первичная линия стандартного раствора, например, рингера. И вам нужно ввести какой-нибудь, например, антибиотик к пациенту. По правилам вообще нельзя одновременно в один сосудистый доступ вводить препараты с помощью насоса и с помощью капельницы обычной. Почему? Потому что насос создает давление, с помощью которого вводят лекарственные препараты. Он иногда его сильно завышает, чтобы преодолеть сопротивление катетерного просвета. Поэтому если подключить параллельно с насосом-инфузионом обычную капельницу, гравитационную, открыть полностью даже роликовый зажим, иногда давления жидкости во флакончике не хватит, чтобы преодолеть давление насоса. Насос будет качать не в пациента, а в пациента и во флакон, который вы подвесили. Поэтому по правилам нужно остановить инфузию через насос, прокапать сначала капельницу, потом ее закончить и включить насос для введения. В этом варианте пиги-бега режима вы можете подключить с помощью специальной инфузионной магистрали параллельно инфузионный раствор до насоса, перекрыв при этом основной желтый раствор, открываете синий, нажимаете на насосе отдельный объем введения и отдельное время введения, вводите его быстро, он заканчивается, вы переключаете растворы, и он продолжает вводить основной раствор пациенту. При этом это можно делать несколько раз, потому что этот порт, который находится до насоса, он позволяет несколько капельниц во время жизни магистрали основной использовать. Это я вам рассказал ручной способ введения, а если говорить еще про режим автоматической введения, это по законам физики, если повесить флакон голубой выше, чем желтый, то по законам сообщающих судов, он будет постараться перелиться в желтый флакон. Но если поставить так называемый обратный клапан между желтым раствором и подключением синего раствора, то в этом случае раствору некуда будет деваться, кроме как вливаться в пациента. И поэтому в этой конфигурации сначала прокапает синий раствор, а потом начнет капать желтый раствор. То есть, если вы вводите антибиотик и рингер, вы включите большую скорость антибиотика, и по стечению объема, который вы запрограммировали, он автоматом переключится на скорость введения рингера, при этом вам ничего не потребуется переключать на магистралях. Здесь небольшой я включил ролик с прошлой нашей конференции, кстати. Собственно, вот так выглядит инфузионный насос. В него вставляется инфузионный магистраль. А вот здесь как раз черный элемент – это так называемый насосный сегмент, где находятся пальчики, которые пережимают магистраль. Насос – довольно прочное изделие в нашем портфеле. Его, видите, я держу за дверцу. Собственно, в нем встроен блок питания. И вот то, что я сейчас продемонстрировал, это то, что мы гордимся нашим оборудованием, что его можно, в принципе, довольно легко и непринужденно уравнить. И будет все довольно безопасно с ним. Устанавливаю его обратно на инфузионную стойку, чтобы можно было не держать его. Собственно, выбирая тот или иной профиль, который может быть запрограммирован для реанимации, для отделения и так далее, конфигурация насоса позволяет жидкости с него стекать. Зажим, который сзади него, позволяет его расположить как на стойке, так и, в принципе, на порчной кровати или на рельсе у пациента. На стене, которая находится, например, на консоли какой-нибудь. Порт для подключения сетевого шнура, любого сетевого шнура, в принципе. И ручка для переноски. И еще можно их вместе до трех штук соединить и переносить совместно. Если говорить про интерфейс, то, в принципе, все очевидно. Есть кнопочка включения-выключения, болюса и настройки скорости введения. Если говорить про конфигурацию дизайна насоса, он как раз позволяет жидкости с него стекать, если вдруг сверху будет что-то на него капать. И тоже это позволяет удобно его протирать, дезинфицировать. При смене пациента или при плановой очистке помещения. Вот, собственно, сердце в любой нашей магистрали. Насос является закрытой системой. Для него подходят только наши инфузионные магистрали. В них находится калиброванный силиконовый сегмент, который позволяет точно вводить лекарственные препараты без необходимости калибровки. И в нем, справа и слева, находятся датчики давления и датчик воздуха слева при выходе из насоса, который позволяет точно и безопасно вводить лекарственные препараты. Вариантов капельниц, как вы понимаете, довольно много. Но то, что я вам продемонстрировал чуть ранее, это капельница для разных растворов. Тот зажим, который сейчас демонстрируется, это зажим от свободного тока жидкости. Он при каждом попадании насос перекрывается. То есть, если даже вы вдруг внезапно, случайно откроете дверцу насоса, вот как сейчас сделано, этот зажим будет перекрыт. То есть, это безопасность, чтобы вы не забыли закрывать роликовый зажим, чтобы пациент не получал болюс лекарственного препарата. Насос самостоятельно его открывает в момент включения и проверки самого себя. Вот слева от этого датчика находится щель, в которой находится датчик воздуха, собственно, который мониторирует наличие пузырьков воздуха в системе. Кнопочка включения, кнопочка болюса, кнопочки изменения скорости введения, кнопочка старт, кнопочка стоп, кнопочка отмена, кнопочка меню, кнопочка отмена тревог и кнопочка контроля давления. В насосе еще встроен аккумулятор, естественно, и он работает без сети. Вот здесь я показываю два датчика давления, которые мониторируют давление как перед насосом, так и после насоса, таким образом позволяя сказать, закрыли вы или открыли роликовый зажим. И вот слева я показывал на датчик, собственно, воздуха, который уже несколько раз я упомянул. В данном элементе как раз и находится вся та точность и безопасность введения, которую представляет данная инфузионная система. Включается кнопка вкл-выкол, естественно, он самотестируется, говорит о том, что он работает от батарейки. Выбираете базовый профиль, допустим, и здесь можно выбрать как режим скорости млитров в час, так и режим дозы, то, что я говорил, когда выбираете концентрацию препарата, а потом выбираете ту дозу, с которой он должен быть введен. Если выбрать скорость млитров в час, это наиболее популярная в принципе история, если не говорим про какие-то препараты более серьезные, типа, не знаю, применяемых в реанимационных условиях. Я здесь запрограммировал сразу режим капли в минуту. Как видите, здесь можно запрограммировать эти капельки. Это, как я говорил, ностальгирующий для меня режим введения, потому что на самом деле это просто тупо пересчет капель в минуту в млитров в час, без зависимости от раствора, который введен, находится в магистрали. Здесь нужно запрограммировать какой-то объем из флакона, например, обычно там пол-литра, пол-литровый флакон используется. И далее можно, как раз изменяя скорость введения, можно запрограммировать те самые капли в минуту. Как я уже раз еще говорил, это просто пересчет млитров в час в капли в минуту. Собственно, нажав кнопочку увеличения и уменьшения, вы можете посмотреть и запрограммировать скорость. При этом насосе вы увидели, сколько времени будет жить насос при данной скорости введения. Также можно режим изменить. И здесь как раз я хочу показать те режимы, которые есть. Объем-время-скорость, объем-скорость, объем-время. То есть можно любой вариант программирования задать. И запрограммировав в данном случае объем для введения, те же самые пол-литра, далее вы программируете время, сколько вам нужно часов вводить или минут, например, 10 часов, и он сам посчитает вам скорость млитров в час. И после нажатия кнопочки ОК вы начинаете введение. Можно корректировать вплоть до минут. Собственно, это как удобно. ОК, и потом старт, и насос начнет введение. Показывая это перемигивающимися зелеными огоньками, как вы видите внизу, и чем быстрее скорость введения, тем быстрее будут перемигиваться эти огонечки, чтобы издалека можно было понять, какая примерно скорость введения у пациента. При этом скорость введения можно менять по ходу введения препарата. При этом корректируется не объем, естественно, а время введения. То есть объем остается неизменным и корректируется то, сколько времени будет вводиться препарат. Если отменить, остановить скорость, остановить введение, то можно поменять и время, и объем. Есть болюс, как ручной болюс, если удерживать кнопочку болюс, он будет вводиться. Так и так называемый программируемый болюс, когда вы вводите объем, который нужно ввести, за какое время. При этом болюс ничем не ограничен, ручной болюс. Можно его вводить в довольно большом объеме. Здесь разнесены, то есть нажимая кнопочку болюс, нужно выбрать сначала какой вид болюса, потом нажать кнопочку болюс еще раз. чтобы не было такого, что два раза нажал на болюс, и он уже вводит его. Вот это программируемый болюс, когда вы ввели объем для введения и сколько времени нужно вводить. Вот за 6 мл за 15 секунд со скоростью 1400 мл в час. И он показывает, какой объем осталось вводить пациента, сколько времени осталось этого введения. При этом слева внизу ВО, введенный объем, это уже показ, сколько всего мл пациент уже получил. То есть в конце суток можно посмотреть на нижний левый элемент экрана и переписать объем жидкости, который был введен в пациента за сутки. Потом его обнулить и также считать опять заново сначала. Максимальная скорость введения 1500 мл в час. Видите, я ее поставил, и сразу огоньки стали мигать намного чаще, чем до этого, собственно потому, что скорость введения максимальная. Теперь я хочу продемонстрировать тот режим введения, который я озвучил для парентрального питания, рампообразный. В этом случае выбираем этот пункт меню, выбираем пункт рампообразное введение. Здесь новый препарат, новый режим. Вводим объем, который необходимо ввести в пациента. Допустим, 1000 мл, 1 литр. Далее программируется общее время введения, сколько должно вводиться, например, 15 часов. Далее программируется время набора максимальной скорости и затем время спада до минимальной скорости. Допустим, тоже час и час. И после нажатия кнопочки ОК он продемонстрирует, как он будет вводить. При этом он сам посчитал среднюю скорость введения на плата 71,5 мл в час, с которой он будет вводить данный лекарственный препарат. Нажимая кнопкой ОК можно даже ее скорректировать. Эту скорость и объем, и все параметры также настраиваемы по новой. Как я говорил, наши насосы закрытого типа, у них есть разный пул магистралей, начиная со самой стандартной, где самая стандартная капельная камера, роликовый зажим. То есть любую магистраль можно использовать как и вне насоса, так и в насосе. Калиброванный силиконовый сегмент это сердце любой нашей магистрали. И вот та самая магистраль, которая позволяет вводить несколько препаратов через один тоже насос, называется СТ-42 в нашем портфеле. Как раз она имеет зажим для ручного введения и обратный клапан для того, чтобы не использовать авторежим. И работает это с использованием безыгольного порта, который позволяет подключить магистраль, не используя никаких иголок и подколов. Вот так он выглядит. Это специальный порт, который нужно перед тем, как начать обработать спортовой салфеткой, далее взять либо шприц, либо капель, что угодно, здесь есть резьбовое соединение, и подключить. И вот люер-папа, который находится на кончике магистрали, он сжимает внутри резиновый элемент, который открывает порты и позволяет жидкости протекать внутрь самой магистрали. Это так называемый опять безыгольный порт. Таким образом, если мы говорим про введение любых препаратов для, в том числе, химиотерапии, допустим, любого вида, это безопасно. Лучше как для пациента, потому что безопасно, так и для пользователя, потому что вы упрощаете себе жизнь и, например, не контактируете с какими-либо токсичными препаратами, если мы используем такого рода соединения. Теперь перейду к части проэнтеральное питание. Важный момент, что все изделия, которые мы имеем для зондов, они состоят из принципиально трех материалов. ПВХ, силикон и полиуретан. И самое важное понимать, что на самом изделии всегда написан внешний диаметр во френчах. Один френч на 33 мм, 14 френч, 15 френч, 17 френч и так далее. Это все наружный диаметр. Важно понимать, что силикон, например, самый менее прочный материал из всех. Поэтому толщина стенки его обычно примерно в два раза больше, чем толщина стенки полиуретана или ПВХ. И это приводит к тому, что если вы выбираете силиконовый зонд, вы обязаны выбрать очень большой диаметр, чтобы обеспечить прохождение, например, блендеризированного борща. А ПВХ, в чем его негатив? В том, что если его долго держать в пациенте, то из ПВХ, который в нашем быту, это пластиковые окна и двери, твердый материал, в него вмешиваются, так называемые, пластификаторы, которые жирорастворимые. Любая еда, содержащая в себе жировой компонент, вымывает из ПВХ эти пластификаторы и становится твердым. Именно поэтому, если вы долго держите ПВХ-шный зонд в пациенте и его потом вытаскиваете, то есть элементы черного цвета, твердые, потому что там в месте перегиба вымывались пластификаторы. А самое грозное осложнение, которое я знаю, в связи с этим, это пролежение пищевода и с проблением до аорты, с летальным исходом, естественно. Поэтому ПВХ-зонды рекомендовано менять каждые 1-2 дня. Либо использовать силиконовые или полиуретановые. Силиконовые и полиуретановые, они одинаково долго могут стоять в пациенте, но силиконовые менее прочные и подвержены контоминации дрожжевыми белками. Полиуретановый, он мягкий зонд, поэтому все полиуретановые зонды почти снабжены так называемым мандреном, то есть проводником внутри, чтобы сделать его более прочно. Вот пример двух одинаковых по френчам, 20-й френч зондам. Сверху силиконовый, снизу полиуретановый. Вы видите, толщина стенки довольно существенно, почти в два раза отличается друг от друга. То есть диаметр отличается существенно, соответственно, и площадь поверхности, которая позволяет жидкости протекать, также драматично в квадрате отличается. При этом есть самое грозное осложнение при введении нейтрального питания, это ошибиться и ввести его в вену, поэтому современные европейские стандарты не позволяют этому случиться, введя стандарт под названием инфид, который полностью несовместим с люером. Только с помощью скотча и изоленты можно их соединить друг с другом, либо используя переходники. Вы понимаете, переходники есть и на люер, и на конус, то есть в России представлены такие тоже. Кроме нашей компании уже есть другие, которые вносят инфид в жизнь. Поэтому идем к тем стандартам, чтобы не было возможности ввести внутривенно энтеральное питание. То же самое касается и флаконов, и мешков для энтерального питания. И флаконы, и мешки снабжены такими разъемами, которые не позволяют обычную капельницу туда подключить без использования дрели. Поэтому это есть N+, когда плюсик на узком горлышке мешка, например, расположен, чтобы нельзя было обычную капельницу подключить. Либо это просто флакон с широким горлышком, который тоже не позволяет туда обычную капельницу без использования посторонних средств подключить. Если говорить про нашу продуктовую линию, которую мы представляем в России, это транснастальные зонды, это черезкожные зонды или гастростомы, это насос для энтерального питания и система для подачи энтерального питания. Первый – это фрикотюб, зонд для назогастрального, назоюнального питания. Бывает 12 или 8 френчей, 12-120 см, 8 френчей, либо 120, либо 8 см. Он полиуретановый и разъемом только энфит. Для того, чтобы кормить в него, нужен либо шприц энфит, либо система с энфитом. Далее – это зонды более технологичные, для назоинтерстинального кормления, длинный 8 френчевый зон, 270 см. Двупросветный зон существует, для того, чтобы желудочное содержимое вылилось из пациента. Состоит из двух просветов, чтобы подключить, например, мочеприемник и сбросить желудочное содержимое по зонду. И есть еще самый последний – трехпросветный зонд, который имеет возможность эвакуации содержимого желудка не с помощью просто гравитации, а с помощью аспиратора, потому что у него есть парасвет для доступа воздуха в желудок. И тонкий 9 френчевый зонд для кормления уже за связку трейца. Ну и последнее, самое важное, во всех инструкциях к применению назогастральных, назоинтерстинальных зондов будет написано, что рекомендовано не более 4 недель. Не потому, что материал, например, полиэтан или силикон плохой и не может позволить длительного стояния, а потому, что все клинические рекомендации говорят о том, что если пациенту предполагается нейтральное питание более чем месяц, то такому пациенту следует наложить гастростому. И способом приоритетной постановки гастростомы является черезкожно-эндоскопическая, нехирургическая гастростома с использованием комплектов наборов для ее постановки. Вот так выглядит итоговая гастростома. Это в нашем случае гастростома с методикой ПУ, ПУ, когда гастростома вытягивается из живота пациента, с помощью эндоскопии составится, набор включает в себя полностью все необходимые элементы. При этом мы сейчас как раз переходим с люероковского и конусообразного способа подключения к зонду систем для ведения на как раз инфитные. Наши двадцатки и пятнашки уже полностью перешли, восьмерки вот-вот. Вот, собственно, у нас сейчас в портфеле опять инфитные гастростомы, которые возможно ввести энтеральное питание или что-либо еще с помощью либо инфитного зонда, либо системы с инфитом, либо переходника на инфит. Также в новом комплекте есть так называемый безопасный скайпель, он как ручка, нажимая на кнопочку, сам скайпель уходит внутрь. Ну и последнее, самым рекомендованным способом ведения энтерального питания является постоянный, не болюсный, то есть не с помощью шприца. В этом случае рекомендован использовать контролируемый способ ведения с помощью насоса-энтеромата. Перед вами энтеромат под названием Амика, который позволяет ввести энтеральное питание дозированно пациенту, что позволяет использовать называемую закрытую систему, когда нет инфицирования смеси, что снижает риск, например, диареи у пациента, увеличит усвоение смеси. Мешок для энтерального питания будет стерильным, система для энтерального питания будет стерильной, с помощью насоса вводится в зонд, который вы кончик обработали, и тоже он будет условно стерильным, то есть не будет никакой контаминации смеси, которая вводится пациенту. Есть системы для старых наших интероматов, для новых интероматов, совместимые со всеми способами введения, я имею в виду всеми мешками-флаконами и всеми зондами-истомами, которые существуют на рынке. Ну и важно отметить, что каждая система на конце имеет специальный трехходовой краник, чтобы можно было в какие-то лекарственные препараты ввести дополнительно. Вот так вживую выглядит интеромат. Его особенностью является то, что эта крышечка, которая вы видите, куда ставится магисталь, она может быть отцеплена и отдельно промыта под водой. Большое спасибо всем за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова